В Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвышева продолжается реализация знаковой программы «Уральская инженерная школа», задача которой повысить интерес к рабочим профессиям и обеспечить промышленность высококлассными специалистами. Наш Артёмовский колледж точного приборостроения активно поддерживает этот тренд и не стоит на месте. Вот что нам рассказал его новый директор Олег Исламгалиев. Готовится пакет документов на лицензирование новой специальности операторов станков ЧПУ. Аддитивные технологии – это 3D-печать, 3D-моделирование. Несомненно, не останется без дополнительного развития социальная сфера. Мы планируем начинать готовить специалистов по праву и судебному администрированию с дальнейшей возможностью работы в органах внутренних дел. Кроме этого, будут развиваться активно наши текущие специальности, такие как столер. Это автомеханик, электрик по ремонту и обслуживанию, техник по общественному питанию, повар-кондитер и специальность компьютерной системы, комплексы и сети. Все эти специальности на текущий момент в этом учебном году мы набираем в полном объеме. Приглашаем жителей нашего города, наших выпускников пройти обучение в нашем колледже. Преимущества обучения в колледже на текущий момент очевидны. При поступлении в основные крупные учебные заведения высшего образования, на текущий момент приемные компании устроены таким образом, что основная часть выпускников проходит не по аттестату ЕГЭ, а сдает дополнительные вступительные испытания. Преимуществом участия в этих вступительных испытаниях будет дополнительное участие выпускника в чемпионатах WorldSkills. Наш колледж сейчас готовит специалистов и в следующем году мы будем выступать на данном чемпионате. Это дает преимущество для выпускника. А также, несомненно, это окончание учебного заведения среднего образования или нашего колледжа, получение диплома с отличием. Кроме этого, выпускник нашего колледжа при поступлении в ВУЗ имеет преимущество в процессе обучения. Он может зачесть те специальности, которые он прошел в колледже, в качестве первого-третьего курса в ВУЗе. А значит, быстро и более успешно, в отличие от своих ровесников, закончить ВУЗ и получить новую профессию или расширить знания по той специальности, которую он получил в техникуме. Невозможно подготовить хороших специалистов без наличия профессионального педагогического коллектива, который постоянно повышает собственный уровень и осваивает новые горизонты. Наши педагоги на текущий момент, мы для них уже составляем программы профессионального, повышения профессиональной квалификации, переподготовки по тем специальностям, которые они хотели бы изучить. Активно у нас сейчас проводятся совещания с точки зрения изучения потребностей преподавателей, чтобы они хотели для себя получить нового, новые знания, новые какие-то навыки. На текущий момент профстандарт преподавателя подразумевает, кроме повышения квалификации, прохождение практики на предприятиях. То есть наши педагоги, именно мастера производственного обучения могут абсолютно спокойно проходить практику. В этой части мы тоже отдельно будем работать, поэтому, несомненно, здесь очень большой объем работы, который нам предстоит. Кроме того, что мы сейчас, как я уже упомянул, занимаемся увеличением количества специальностей, нам понадобятся новые преподаватели. Поэтому мы ждем преподавателей, которые в свое время закончили специализированные учебные заведения, получили педагогическое образование, либо специализированное образование, связанное с нашими новыми направлениями, но по каким-то причинам не работают в сфере, связанной именно с той профессией, которую они выбрали, а работают в смежных. И хотели бы все-таки стать специалистами и развиваться. Сейчас, когда растет спрос на технических специалистов, выбор таких профессий определяет всю дальнейшую жизнь человека, качество которой напрямую зависит от стабильного рабочего места и достойной заработной платы. Технический специалист – это сейчас наиболее востребованный специалист. Очень много вакансий инженеров, людей требуется очень много по всей стране. Гуманитарное направление или направление социальной работы, оно тоже немаловажно. Но спрос на данных выпускников постепенно падает, и он более-менее стабилизирован. В то время как развитие оборонного комплекса подразумевает именно привлечение специалистов. Специалистов технического профиля. И их работу будут уже оценивать и смотреть на предприятиях, связанных с оборонным комплексом. А значит, и данный вопрос для них, я считаю, наиболее важный, как перспектива развития в дальнейшем. Это все-таки гарантированное благосостояние семьи, это уверенность в завтрашнем дне, это возможность развиваться. Руководство колледжа особое внимание уделяет трудоустройству своих студентов. В прошлом году по специальности устроились на работу 96% выпускников. Это становится возможно благодаря тому, что в регионе внедряется система дуального технического образования, когда предприятия предоставляют свои площадки для практических занятий студентов. Также ребята имеют возможность развить практические навыки в Екатеринбургском учебном центре, где имеется самое современное оборудование. Однако важна работа у себя в территории. И тут все зависит от того, насколько наши предприятия готовы в этом плане сотрудничать с учебным заведением. Несомненно, перечень, который я указал, не является конечным. Мы, как я уже сказал, будем обещать, мы будем разговаривать о специальностях, которые нужны городу. То, что я вам сейчас обозначил, это как раз первоначальная потребность, которую мы уже получили. Но людям нужны еще. Но людям нужны другие специальности. Может быть, освоение каких-то рабочих профессий в рамках курсов. Здесь мы тоже готовы помочь, но здесь, опять же, я повторюсь, нужна обратная связь. Если к нам идут и спрашивают, мы всегда готовы ответить. Мы всегда готовы быть здесь впереди и помочь. Город необходимо развивать. Нынешним выпускникам школ уже сейчас нужно принять окончательное решение о том, где продолжить свое обучение и какую специальность выбрать. Ну а мы в следующем году будем болеть за студентов АКТП, которые примут участие в чемпионате рабочих профессий WorldSkills и верить в то, что они достойно представят Артемовский городской округ.